Роза, я вот увидела, что ты с собой возишь гидроплазму инюшина. Скажи мне, ты давно вообще пользуешься, и почему ты им пользуешься так, что ты водишь с собой? Я гидроплазму инюшину узнала сразу, еще с первых, скажем, с первых дней. Почему я ее купила? Потому что у меня проблемы с желудком, со зрением и так далее. Щитовидка у меня. И вот, когда я прочитала аннотацию, мне она понравилась, это гидроплазма. Я ее купила, первым, что использовала, я ее начала закапывать в глаза, потому что поставили предглаукома, состояние предглаукома. И у меня как-то вечером я сидела, читала, и у меня началось жжение в глазах. И когда я думаю, что же мне делать, что же мне делать, такое было жжение, такой, знаете, зуд такой был. И я потом вспомнила гидроплазму, взяла и закапала. И жжение сразу прошло, зуд сразу прошел. Я была в шоке, конечно. И я ее, оказывается, закапала в чистом виде. Надо, оказывается, разбавить. Нужно разбавить, оказывается. А скажи, Роза, а вот, допустим, энергию она тебе дает. Я вот, допустим, первое дело я ощущаю, как бы, что физически ты много успеваешь всего делать. То есть она дает, вот тебе внутреннюю какую-то силу поднимает. Насчет энергии я скажу, да. Бывали, ну, после горя, конечно, у меня такое состояние было. Я могла все время плакать-плакать, а потом вставать и что-то хотела сделать, физическое что-то. Физический труд. Это после того, как сабитунер. Сабитунер, да. Я после этого, вы знаете, я стою. Ну, хочется плакать, я себе говорю, хочется плакать. Ну, поплачь. Я поплакала, встала. И вот, вы знаете, как высушенный этот какой-то фрукт какой-то. И я беру эту гидроплазму. С ночи я вообще развожу на литр одну каплю. Но наливаю в кружку воду эту, которую ночью я сделала. И еще капаю еще 2-3 капли. И когда я выпью, я могу выпить и один стакан, одну кружку, могу и две кружки. А когда выпью, вы знаете, я кору переворачиваю, правда. И я могу и побелить, я могу и монтана делать на весь этот толхоз. Да, классно. Вот это я сама себя занимаю. Я осенью тоже, вот, видимо, вот эта пасмурная погода, все это на тебя давит. Все это состояние такое было. И я вот взяла, встала, помню, выплакалась. Но я иду никому, я как бы никому не показываю ванну. Но брат у меня сидел дома, он услышал. Потом рассказывает, конечно. А я побежала, выплакалась, потом побежала. И вы знаете, я две большие чашки сделала салата. Нарубила столько капусты, столько этих продуктов, овощей. И я потом вечером брат сидит, говорит, ну ты молодец, в ванне выплакалась. Потом, говорит, ты так энергично бегала, говорит, по квартире. Ну, понятно, классно, классно. А тебе сколько лет? Мне 63. Все понятно. Отлично. Потом однажды я жарила пирожки, и масло попало, брызнуло на руку. И тоже что-то такое жжение началось. Я взяла гидроплазму, закапала, и жжение прошло. Я даже не обратила внимания, вечером посмотрела, у меня на руках ни волгри, ничего. Но место, которое было, оно как-то, знаете, очертание было, что это был ожог. И это немножечко побыло, несколько дней, оно прошло. И когда я была в шоке, что вот большое пятно, вот это же ожог, и что бы я сделала в то время, я, наверное, ничего бы не сделала до утра, потому что это был вечер, а утром бы, наверное, с волдырями пошла в больницу. Так что вот это вот самое, мне что удивило, вот это в гидроплазме, что вот этот ожог он остановил. Остановил процесс, да? Процесс этого, да. Разрушение ткани. Разрушение ткани. И вот это мне было вообще удивительно. Удивительно. А вот жжение в глазах прекратилось у тебя? Жжение в глазах, и зуд прекратился сразу после закапывания. И потом ты дальше начала? Я потом стала закапывать потихонечку, не каждый день, а где-то в неделю два раза, вот таким образом. Потом у меня было состояние как-то предгриппозное, наверное, у меня нос просто взял, засох, и всё. Я не могу дышать, не это. Думаю, да что ты будешь делать, и куда бежать тоже вечером? Я взяла, закапывала тоже гидроплазму, и подставляю тебя, да, прикрутилась. Классно.